Девушки отдыхают Некуда особо не двигалось И не о чем было просто снимать Хотя многие мне там писали Просили, ну так скажем Восстановить в памяти Для малышей, для вновь прибывших игроков Снять там Несколько видео, где показать Как фармить там, ну обычные флоты Веги там и всю остальную эту Ерунду, ну не знаю Времени во первых не было, во вторых Порт у меня занят, сейчас постройка Вот этих вот НЛО Ксенокораблей И поэтому, ну а там Те надо немножко переоснащать Чтоб что-то показать, может в дальнейшем Что-то такое сниму Ну, в любом случае сейчас Речь не об этом, у нас Очередной ивент от Кексов Это ивент Эксис Собственно говоря, то что Нам Кексы обещали, они в июле Разыгрывают новый авианосец Авианосец Паладин Ну как бы там кто не говорил Все-таки он относится у нас К Ксенокораблям Вот единственное, что у него здесь Добавился такой вместо Ксенозначка Добавился такой вот ключик Да, то есть фактически В принципе можно сказать, что это Все-таки определенная Новая фракция Ну корабль этот по количеству Слотов, по оснащению Так скажем, ничем не отличается От уже более привычного Нам Доминиона Ну есть, конечно Некоторые особенности Очень такие примечательные Скажем так Ну во-первых, здесь В нем нет никакой поддержки То есть написано Генератор отсутствует Получается, что нам с вами Поддержку нужно будет Устанавливать самостоятельно То есть Нужно будет вот выиграть Какой-то из генераторов Либо выиграть Все три штуки И потом можно будет Установить на этот вот Тип Х Как он называется Теперь у нас в игре На вот этот вот Авианосец Паладина Кстати, все вот эти вот Генераторы Они у нас только для Типа Х Разумеется Предназначены Ну и Понятное дело Что они добавляют У нас в принципе Все те качества Которые были В обычных Стандартных Авианосцах То есть Вот, например Генератор ионного поля У нас добавляет Понятное дело Ионное поле То есть Урон по щитам 30% Дальность 8000 метров Вот, например Генератор маневренности Добавляет у нас Разумеется Скорость Стрейф И скорость по прямой Здесь по целых По плюс 30% Это вот Как раз Вот этот генератор Маневренности У нас Скажем так Вшит В тот же Доминион Вот И еще у нас Появляется Фазовращатель То есть Здесь Обход щита 25% Ну Какой смысл Вот Этих двух Генераторов Ну Все вы знаете Да Все пользовались Там Другими авианосцами Типа Валькирии Там Вальгалы И всех остальных Все эти авианосцы Нечита Авианосцам У которых Стоит Генератор Маневренности Единственный Минус Конечно Недостаток Вот этого Нового авианосца Паладин Что генератор Придется устанавливать В слот Спецсредств Ну То есть Соответственно Занимать его Хотя С другой стороны В принципе Какая нам разница Ну В один слот Генератор Поставить А во второй слот Там Поставить двигатель Например Или вообще Двигатель Не ставить Ну В любом случае Скорее всего После того Как корабль Дойдет Там До МК 3,4,5 Возможно В нем Откроется Еще один Дополнительный Слот Для спецсредств Ну Это Как бы Догад Говорить о том Что это 100% К сожалению Не приходится У кексов Все меняется И в любой момент Может поменяться Даже если мы будем думать Что оно вот выглядит В таком вот виде Будет Поэтому Вот как вы видите Да Сейчас прошел Ребаланс И все вот эти вот Каратели Да Которые мы там Максимально Оснастили Там Засунули Туда Все что можно Они тут же Стали У нас Невмещаемыми Кораблями Они у нас Во флот Не вмещаются И в них Ничего не вмещается То есть Кексы в любой момент Могут раз Там и подрезать Массу Там Или в любой момент Убрать какой-нибудь Слот Например Ну Как бы Для них Это нормальное Положение вещей Поэтому Здесь удивляться Нечему Идем дальше Да Еще у нас Появились Новые Рой НЛО Это Охотники Это уже Такой Рой Там Оснащенный Ксенатом Какими-то Супер Пупер Технологиями Ну От обычного Рой НЛО Который Мы уже Более Менее Привыкли Который В мастерской У нас Находится Вот он Да Отличается Только Цветом Картинки Скажем так Ну И разумеется Отличается Своей И прочностью И отличается Уроном Урон там Почти в два раза Выше Ну а Прочность Там Вообще Зашкаливает Вообще Космическая Давайте Сколько Здесь у нас Полторы Тысячи Единицы Но Даже При всем При этом Вот эта Прочность Ни в какие Рамки Не идет С тем Что можно Выиграть Совершая Атаки На вот эти Вот вновь Появившиеся Флота Давайте Вот откроем Вот например Древний Крушитель Они теперь Называются Каждый Из нас Смог Перед этим Ивентом Попробовать Свои силы Многие Попробовали Кто то Плюется Кто то Говорит Ну а что Вы хотели Это ж Типа Эксклюзивы Все такое Ну мне Кажется Что все Таки Кексы Немного Перемудрили Ну не важно В общем Здесь можно Выиграть Вот таких Вот новых Дронов Называется Оса Вот эти Дроны Это уже Вообще Просто Трэндец Они Ни в какие Ворота Не лезут Обратите Внимание Вот до 536 единиц Это на первом Уровне 3500 единиц Прочность У дрона То есть Я думаю Что залезут В этот новый Авианосец С легкостью Дроны Второго уровня У которых Вообще Прочность 3550 единиц А теперь Давайте Зайдем Вот в эту Вкладочку Да Так скажем Где можно Посмотреть Какие у нас Есть технологии Так не туда Вот Вот в эту Вкладочку Да И посмотрим Какие у нас Есть корабли У нас есть Например Вот крейсер Еретик Да Смотрим Какая у него Прочность 2520 единиц Ребят Пустой Да Там я не знаю Ну кто у нас Там еще Вот давайте Ковенант Тоже 2520 единиц Вот давайте Посмотрим Что-то там Из низших уровней Вот например Тайпан Да Вот штурмовик 800 единиц Прочность Прочность У него Ребят Ну то есть У Кексов Уже там Походу Совсем Крыша Поехала Конкретно Раз они Уже на Дронов Да Вот на Рои Которые Устанавливаются У нас Как дополнительное Там какое-то Вооружение На корабли В частности На авианос Устанавливают Блин Прочность Там По 2 По 3 По 5 Тысяч Единиц Ну то есть Это уже Просто Трендец Это уже Какой-то Мозговой Взрыв Мозговой Шторм Что будет Дальше Вообще Даже Сложно Представить Потому что Я не знаю Там Тогда К декабрю Уже Будет Какой-нибудь Авианосец Неизвестно Как Будет Называться Но из него Будут Вылетать Три Карателя Например Такие Знаете Там Полетели В виде НЛО А каратели Это будут Уже Вообще Такие Корабли Не знаю Как например Сейчас Тот же Еретик Ну в общем Кексам Наверное Виднее Они Продолжают Дальше Свою Игру Развивать Ну С математической Точки Зрения Это уже Как бы Застой Скажем Так Потому что Дальше Развиваться В игре Собственно Горя Некуда Она Будет Только Так Развиваться То есть Корабли Должны Будут Становиться Более Прочными Более Большими Более Вместительными Чтоб В них Могла Влезть Более Мощная Пушка Но При этом По хорошему Кексамбы Нужно Тогда Все корабли Низших Уровней Которые Раньше У нас Были В игре Разыгрывались Или Не Разыгрывались Которые Можно Построить На верфи Которые Можно Изучить В лаборатории Их Просто Все Надо Удалять Убирать И вместо Них Ставить Корабли Дред Ставить На изучение Доблестные Корабли Всековские Нужно Переносить В лабораторию А те Которые Там Были Там У нас Был ВНМ Там Я не знаю Ринкоры Все Просто Нужно Убирать И вместо Них Уже Вот эти Корабли Устанавливать И изучать В лаборатории Потому что Смысла Уже Как бы Ну Их Держать На самом Деле Уже Просто Напросто Нет Я думаю Что Кексы К этому Придут Со Временем И возможно Со Следующего Года Вот Те Старые Корабли Уйдут У нас Вообще В полное Небытие То есть Они Исчезнут А потом Может быть Через Какое-то Время Там Появятся Ну Будут Уже В новом Виде А называться Будут Точно Так же Если Мы Так Скажем Старые Игроки Останемся И Скажем Так Доживем Там До Этого Момента То мы Сможем Там Молодняку Рассказывать О том Что Вот Я Когда-то Летал Там На Венеме Но Это Был Совсем Другой Корабль Вот Собственно Вот Это Можно Рассказать По Текущему Ивент Ивент Действительно Сложный Для Новичков Ну Практически Вообще Наверное Непроходимый Потому Что Нет Совершенно Никаких У нас Здесь Других Флотов Которые Можно Уничтожать Только Вот У нас Летают Тяжело Вооруженные Ульи Летают Крушители И Вот Эти Вот Новые Древние Крушители Которых Без Наличия Нормально Прокачанных Ксенокораблей Вот Ну Хотя Бо Таких Вот Карателей МК-3 Без Наличия Там Минимум 5-6 Штук Сюда Вот На Вот Эти Крушители Даже 70 Левела Нет Смысла Соваться Поэтому Ну Даже Не знаю Что Здесь Рассказывать И Показывать Мне Многие Написали Там С просьбами Ну Расскажи Там Ну На самом деле Игра Опять Переходит У нас В раздел Фермы То есть На Вот Этих Вот Обычных Теперь Уже Скажем Так Стандартных Крушителях И тяжело Вооруженных Ульях Много Очков Не Заработать То есть Надо Вот Например Ульев 65 Левела Уничтожить Как минимум 2 штуки Для того Чтобы Наполнить Вот Эту Злость Внимание Вега И Совершить Атаку На Базу А 50 55 Их Там Вообще Непомерно Надо Там Пачками Убивать Для того Чтобы Быстро Прокачаться Ну Короче Говоря Опять То Нормально Мы Качались Да Нормально Можно Было Там Десятка Два Тяжело Вооруженных Ульев Убить И В принципе Там Любой Ивент Закрыть В 2 Круга То Сейчас Так Уже Не Получится Придется Вот Этих Древних Крушителей Лупить Для того Чтоб Что-то Получить И Опять Повторюсь Что Новичкам Вот Именно Конкретно В этом Ивенте Что-то Выиграть Себе Ну Практически Вообще Невозможно Потому Что Даже Вот Этих Крушителей Даже Этих Тяжело Вооруженных Ульев Для того Чтобы Их Успешно Уничтожать Ну Для Ульев Например Нужен Хотя бы Вот Такой Флот Из 6 Таких Гореалов Ну МК 3 Хотя бы Чтоб Они Были Лучше Конечно МК 4 Ну И Тут По Максимуму Чтоб Они Были Заряжены Оружием Там Щитом Броней Ну И Разумеется Чтоб Двигатель Стоял 5 Уровня Кормовой В данном Случа Для того Чтоб Как Можно Быстрее К цели Прилететь И Действительно Успешно Там Лупить Всех Этих Крушителей И Неопознанных Ульев Нужно Конечно Чтоб У вас Были Вот Такие Корабли Вот Разрушители Ну Их Строить Достаточно Долго И Достаточно Нудно Поэтому В принципе Как то Так Дальше Что Рассказать Тоже Вот Что касается Древних Крушителей То Здесь Нужен Конечно Флот Такой Как Еще раз Повторюсь Достаточно Мощный Я Вот Пробовал Такой Вот Вариант Ставил У меня Здесь Каратели Ставил В поддержку Вот Этот Несокрушимый Для того Чтобы Уничтожать Мухи Которые На нас Летят Нападают Ну И Был У меня Еще Попробовал Я Вот Линкор Грозный Поставить Ну Линкор Поставил Потому Что Он Стреляет В обе Стороны Поэтому Как бы Нормально Тоже Себя Показывает Хочется Отметить Что Для того Чтобы Успешно Крушителей Лупить Нужно Не Медлить Здесь Нельзя Отступать И Отстреливаться Здесь Нужно Наступать Самому Потому Что Чем Быстрее Вы Всех Уничтожите Тем Меньше Получите Урона Вот Так Как Сопровождающие Древних Крушителей Там Не знаю Как их Назвать Авианосцы Не Авианосцы Они Генерируют Новые Вот Эти Велосипеды Новых НЛО Штурмовиков Которые Продолжают Нас Уничтожать То есть Вы их Убиваете И они Раз Возрождают Новых Поэтому Чем Скорее Вы их Уничтожите Тем Меньше Получите Урона Ну Опять же Повторюсь Что Без урона Теперь Игры Вообще Практически Нет Потому Что Приходится Играть В лобовую Кексы Для этого Сделали Все Что Только Могли Опять же Делается Это Для того Чтобы Вы Либо Долго Ждали Ремонта Либо Выкладывали Свои Денюжки И Соответственно Ремонт Свой Ускоряли Ну А так В принципе Буду Заканчивать Больше Рассказывать Об этом Ивенте Нечего Я думаю Так Понятно Что Здесь По максимуму Нужно Стараться Взять То Чего У вас Нет Если Например У вас Все Вот это Взято Как У меня Да Ну Ну Разумеется Берите Паладина Делайте На него Упор Берите Рой Охотников Третий Уровень Ну И Берите Себе Выбирайте Там Уже Какой Вам Нужен Генератор Я бы Взял Генератор Маневренности Вот Если У вас Ничего Нет Из Вот Этих Вот Кораблей То На Сегодняшний День Каждый Из них Обладает Какими То Определенными Свойствами Которые Нужно Применять В той Или Иной Ситуации Опять же Кексы Добились Этого За последние Полгода И Делали Они Это Все Разумеется Специально То То Ну Каратель Он В принципе Такой Более Менее Универсальный Корабль Штурмовик Разрушитель Ну Только Против Стационарных Целей То Против Например Вот Этих Тяжеловооруженных Ульев Очень Хорошо Себя Показывает Ну А в Других Там Боях Не Очень Линкор Грозный Я думаю Вот Теперь Если В дальнейшем У нас Ивенты Пойдут С Вот Этими Вот Крушителями Древними То Здесь Уже Нам Понадобится Линкор Потому Что Все Таки Стреляет В обе Стороны Ну И Мух Может Уничтожать Достаточно Эффективно Хотя Мне Кажется Каратель Здесь В любом Случа Будет Более Приемлем Потому Что Все Таки У него Скорость Побольше Ну И Опять же Несокрушимый Как Корабль Поддержки Для того Чтобы Отстреливать Нападающие На нас Мухи То Можно Сделать Такую Солянку Крейсеры Каратели И Одного Разрушителя С ними Поставить У него Скорость В принципе Достаточно Неплохая Крейсерская И Он Может В Круговую Делать Секторальный Так Скажем Обстрел И Уничтожать Вражеские НЛО Мухи Ну А так Ребят Все Буду Заканчивать Не Забывайте Ставить Пальцы Вверх Подписывайтесь На Канал Если До Сих Пор Не Сделали Вступайте В Группу Вконтакте Увидимся До Новых Встреч И Всем Пока Пока